Ребят, всем привет! И это не начало моего влога, что странно на самом деле, а только вступление, потому что этому влогу уже больше месяца, почти два, если честно, я бы сказала, да. Мне очень жаль, что так получилось, на то были реальные жизненные обстоятельства. Я думаю, вы меня бы поняли. Ну, надеюсь, что то, что этому влогу больше месяца, это никак не испортит впечатление о нём, никак не испортит просмотр. На самом деле, долго думала вообще, нужно ли его выкладывать, этот влог. Решила, что да, лучше да, чем нет, потому что на самом деле он у меня уже давно был наполовину смонтирован. Конечно, просмотрят не все, далеко не все, но кто хочет, кто мог бы и хотел бы, тот посмотрит. На этом всё, спасибо большое, а сейчас будет влоговая часть. Очень, ребят, привет всем. Я уже собралась, я уже оделась, 5 утра на улице, 6 практически, ладно. Поеду сейчас к девочкам, значит, не хотелось так рада оставаться, честно. Всё, я поднимаюсь на этаж. Что это хочется-то как, ребят? Правда. Ну, конечно, в субботу, чё бы ещё делать, в 6 утра. Короче, мы уже тут, точнее, я уже тут, мы уже накрасились, мы думали последнего не краситься, потому что время уже, а нам нужно вот 3 минуты назад было выйти. Вот, а я накрасилась вот так, таким вот способом. Я думала, тоже не красить, на самом деле. Короче, мы уже в аэропорту. Я вообще первый раз, вы понимаете, в аэропорту. В такси была вода, я, конечно, взяла. Вот. А, так вот она, откуда у тебя. Да. А я сегодня на надоле взяла, прошла в ту очередь, нам срочно опаздывали, мы билеты, всё, всё. Ну, и всё. Ну, и всё. И мы реально... Ну, я, честно, вообще, у вас не знаю, за сколько её обычно проходит, но я знаю, что долго стоят, а мы за 2 минуты. В общем, а, ну мы идём в предбаннике, мы идём в свой, в свой вход. В свой выход. Или, ой, ну, или выход. Извиняюсь, я просто... Я из деревни. Я из деревни. О, туалет, это туда надо нам всем. Мы уже выходим на автобус. Какой автобус? Ну, вот, там, с первым 16-й ряд. Мы прилетели. Лиза, Арина, Настя и... Ей бы всё-таки Бог сказал, ладно, встретишься ты с подругами. А, да, и я не рассказала, но я пришла отдельно от девочек. Да. Ты ехала в отдельном автобусе до самолёта? Ты ехала одна в самолёте? Ты ехала одна на автобусе из самолёта вот до... Вот это... Да, девочки все вместе, ну, зависть. Спасибо, а? Поехали с друзьями. Ура, девчонки, так классное время привели. В общем, едем на такси. Такие вот пейзажи Питера, Петербурга. Я просто знаю, да, что-нибудь с цветокором. Да, это очень красиво. Хотите песню? Голокорейт, чтобы посмотреть, что идёшь ли я Балера. Я его вам влог, что ли? Я думаю, все слышали про галерею в Питере. Какая-то красивая. Это просто кроссант. Пойдёмте поедем. Груша, ребят. Из груши делали груша. А где ты в Москве, ты помнишь? В смысле такого в Москве. И чё, где будем? Я не знаю. В Питере. Сейчас мы попробуем... Как в этом пиве называется? Какао... Ваниль? А, у меня есть чек. У меня есть чек. У меня называется какао солёная карамель. Ого, интересно. На пилоте могу только схожее. Я попробую. Это очень вкусно. Это странно. Не важно, наверное. Я люблю чай. Это как чай мощный доваренный. Это не то. Это какого-то какао. Это не какао. А, но это какао солёная карамель. Это потому что... Я тоже не люблю эти. Арина, тебе как? Намного мне очень нравится. Как, знаешь, что это карамелью? Ну, это неспешно. Абдсу её вечно. Там причём много десклина. Прям очень горько. Я сказала мне холодное, а мне дали не холодное. Холодное. Они помню её хлопили. У тебя холоднее, у тебя лёд прям. И вкусно. Нет, у тебя вкуснее. Как в прошлый раз, блядь. Мишла? Ей не понравится. Ей не понравится. Ей не понравится. Это самое вкусное. Мы уже пришли в этот отель и нашли его кое-как. Просто кое-как. Это трэш. На самом деле я расстроена, что мы выбрали этот отель. Причём я наставила насчёт этого отеля, потому что мне он показал себя нормальным. Но в итоге что-то как-то не очень. Короче, нам не понравился наш отель, потому что, во-первых, ну он маленький, да? Это ладно, пофига. Но тут в ванне... Крюш, не надо. Не заходи туда же. Красиво там воняет. Там ужасно воняет. В смысле не просто пахнет, чем-то неприятно, а прям канализацией, как будто мы на квест пришли. Ну да, ну прям не очень. Не то, что не очень, прям прям не не очень, а режет очень нос, и ты не можешь там находиться больше, не знаю, минуты. Плюс как бы, ну он стоит не прям копейки, то есть нормальная сумма за два дня. Мы на три дня снимали, за 8300 тоже вот эта фирма. Хорошая очень была, ничего не воняло, будут чистые. Так-то в принципе нормально, но всё какое-то немножко как-то пошарпинут. Ну да ладно, это в любых отелях, это можно ещё как-то простить. Ты помнишь, я бы не воняла в туалете ужасно. Да. Мы решили уйти с того отеля, потому что нам вроде даже разрешился конфликт, и нам должны вроде как вернуть деньги. Я на это надеюсь. Тут просто дорога, и очень плохо меня слышно. Мы, значит, приехали в новый отель, который нам помогла снять Лиза. Просто огромное спасибо, что она указала на такое. Вот, значит, здесь шкаф, шкафы, одеяло, всё. А, вот тапочки, я ищу. Дать вам тапочки, девочки. Спасибо, подружки, никаких вам тапочек. Чайник здесь, наверное, штучки. Стаканчики, смотрите, чай, сахар, кофе, всё что угодно. Даже плита можно что-то приготовить, макарошки, например. Моечка вот такая маленькая. Значит, телевизор. Вот такая вот арт-объект. Водичка, которую я уже выпила, потому что и просто везде не пили, и это очень, не очень. Диванчик, потому что это номер на троих, и там, вот, смотрите, он со вторым этажом. Там дальше кровать, потом покажу вам её. Тоже вот прикольная картина, кстати, всё так стильный. Единственное, на вид. Ну, давайте я вам покажу, конечно, но он далеко не первоклассный. То есть вот такой вот обычный дворик, обычный, ну, как бы, вид двора. Стулья тут прям хорошие. Столик такой, всё супер. Поднимаемся по лестнице. Какая огромная кинг-сайз. Ну, правда, чтобы не собрать кровать. Кстати, мы на ней не лежали. Мне интересно попробовать её на мягкость. Ой. Ой, какая она комфортная, ребята. Да, матрас, комфортный матрас. Лампочки, значит, можно включить. Блин, это просто вау. После особенно того номера, это просто подарок судьбы, реально. Плюс ко всему прочему, тут есть кондиционер. Хоть нам он особо-то не нужен, потому что нам тут вроде комфортно, тепло и не холодно, то всё отлично. Центр города, вот такое здание. Немножко, как будто... Это че реализм, ты не понимаешь? Как будто чего-то, ну, не должно... Ну, не знаю, ладно. После что мы любим Питер. Да. Самое честное. Мы сейчас вернули на такую улочку. Это очень красивое здание, оно такое реалитетное, но вон там стри розовые ещё какие-то, вот эти долгие. Нет, это прям дома тут, вот честно, вообще. В стиле построен тоже... Вот так же перед нами сейчас вообще... Не, очень красиво, мне нравятся все вот эти вот... То, что они не просто... Да, да, всё вот это... Такое прям выделяется, то есть... Да. Точные какие-то, ещё какие-то мелочи, прям вот решает. Решает. Не, правда, ну, как бы красиво. Да, блиненький. Смотрите, какая-то очередь музыкальная, какое-то сооружение. Я по нодам увидела просто там. А-а-а, нужно уже... Ой-ой-ой. В общем, это удон, это... Арина, как это называется? Мы пришли в Евразию. И мне очень понравилось вот это заведение Евразия, ресторан, где очень много всякой еды, и есть он такой, кстати, только в Питере. А, мисе-суп. Я забыла название своего любимого супа. Вот, мисе-суп. И алкогольный коктейль Грушовый. Грушевый бандит или Грушовый. В общем, он очень вкусный. Правильно она сказала, что он реально похож на растишку просто. Ну, вы срогал вкусно, Амликс? Нет? Ну да. Пришли уже в номер. Простите, что так всё мельком показываю, просто... Сталью. Как-то реально устали. Писуток. Плюс семечки сейчас будем. Такую водичку, Ксюшина. Смотрим пункт назначения 3. На ТВ3. Ну, скоро пойдём на... На тусовочку. Посмотрим, что там будет вообще. Какие песенки будут играть. В общем, интересно. А пока что на расслабоне, на чиле такую вот включили подсветку, оказывается, она включается. На самом деле, да. Поспать бы хотя бы часе. Потому что все мало спали. Я, конечно, больше всех. Ну, это неважно. Я хочу всё равно тоже спать. Катя, блядь. Алиса, держи на тусовку. Алиса, громкость опять. В общем, собираемся уже на тусовку. Сейчас. На тусовку. Или... На тусовку. 2017-2019 годов. Скажи, скажи, скажи. Ну, конечно, только Ксюша похожа на икону тех годов. А мы... Ну, ладно, Алина ищет. Я не пропагандирую, но... Боже, Ксюша. Теперь растешимся моей расческой. Мне макияж как-то прям утехать. Может, тоже сделай такой? У меня стрелки длиннее, чем брови. Я в курсе? А у вас нет этой вот малиновой помады? Я не малиновая, да. Был в оклад. У меня 90. Ну, я вам... Можно тинь. Говорит Ксюша. Вы что, малиновые тогда, блядь, все делали? Ну, очень... Всем доброе утро. Мы сейчас в поле. Ждем Лизу и Настю. И сейчас пойдем гулять. Ксюша пересматривается вчерашнее видео. Конечно, тут. Такое. Было круто. И песни вообще. Я еще вчера, пусть только мы приехали ночью, помыла муловую. Теперь у меня все. Вот такая вот прическа будет, к сожалению. Ну, ладно. А где тут есть фен? Я могу, в принципе... Могла бы высушиться, и более-менее мои волосы были бы прямые. Ну, ладно. Пофиг уже. Короче, сейчас идем просто покушать, позавтракать. Как бы завтрак в три дня. Но ничего. Вот. Отошли от нашего отеля. Идем. Честно, я уже попиталась этой эстетикой Питера, и мне очень нравится. Хотя вчера я говорила обратно, но это надо было реально привыкнуть. И мне прям, знаете, вкатывает такое. Такой образ. Пришли в Мама на даче. Смотрите, мы ждали вот эту котлетку. Я ждала вот эту котлетку. Час. Час. Вот эту котлетку. Я очень надеюсь, что она просто безумно вкусная, иначе я не вижу смысла. Ммм, пахнет очень вкусно. Бросничный саус. Вау. Это очень вкусно. Мы зашли в этажи. Лофт проект этажей. Это прям суперское место для молодежи. Да я думаю, не только для молодежи. Очень много всяких магазинчиков, всяких активностей. Вообще супер. И в комикс-магазин. Это такое лофт пространство. Я не знаю. Пила Янову моему брату пятую книгу. Фигню он читается. Я не очень, конечно, рада. Ему 12 лет. Ну ладно, пусть стоят. Ну у него все так стоят. У него, оказывается, уже 4 книги есть. А я даже не знала. Треку хотела купить. Мы в фотобудке. Ай, что вы вообще? Все втроем. Я не буду говорить, что саря скучилась. Закрой, закрой. Закрой будку. Почему же она так не закрывается? А зачем ее закрывать вообще? Я не могу. Я влюбилась в лофт этажей. Вы что хотите делать со мной? Я, может быть, слишком, как это, неоригинально, но я сейчас на шоке. Все супер гуд. Супер, красиво и супер вау. Вообще. Он здесь и где-то на 4 этаже. Идем в секонд. Мы зашли вот в этот вот hot bubble tea. Йококай. Купили вот такой вот двойной чай. Короче, странно очень, потому что один это холодный, а этот горячий. Да, ну он стал теплее из-за этого. То есть вообще не очень как бы. Ну, совмещение это очень хорошее вкусное. Ну, чай вкусный, правда, и стоит всего 36 рублей. Да, я вообще в шоке. Это очень дешево. Ну, блин, он тут один работает. Чел очень долго делает. Таким я покупки покажу все дома, что купила. Вот. Такие небольшие сувенирчики. Прям мини-мини. В общем, мы зашли на маленькую бесплатную выставку. Сейчас покажу вам, что вообще там есть. Шарочки. Подносики. Вот такой вот вид у нас. Здесь еще перекрытый, и там вот тоже как бы что-то на хипстерском. Ладно. Мы на крыше. Вход был 200 рублей. Ой, вон там вот есть крыша. Вау. Еще вот это лофт этажи. Очень даже. Очень даже. Красиво. Ой-ой-ой. Что за красота. До сих пор на этой крыше просто сидим. В общем. Мне нравится. Питер это круто. Если вы живете в Питере, вам крупно повезло. Вы имеете особенный вайб, особую энергетику. Это факт. Все, мы пришли домой. Ксюша купила нам вот такие вот завтраки. Дошираки, точнее обеды. Я сама их купила. Сейчас будем заваривать, значит, с вами пикбол. Попробуем его. Очень интересно. В чем-то три пакетика. Пряности. Вот это просто сытный соус какой-то. И плюс еще вот такой. То есть три пакетика какой-то довольно много. Смотрим Золушку, ребят. Вкусим. Вечер. Кастрюля едим. Потому что негде его было больше смешать. Так что вот. Приятного. Приехали в Маза-парк. А Маза-парк я даже не знала, на самом деле, что такое существует в Питере. Но это очень классный парк аттракционов, развлечений, вообще всяких разных. И, кстати, очень недорого. Парк аттракционов. Мы нужно здесь раздеться. Сейчас будем раздеваться и пойдем играть. В общем, мы уже здесь. Вообще, у меня выглядит... Очень вкусно, когда есть один с арбузом, что ли. Выглядит очень неплохо. Пицца какая-то. Вау, это очень круто. Вот никто им скажет, есть подобное что-то в Москве. Я, может, я не видела. Я не знаю. Но нет такого. Просто нет. Здесь я не могу на ругать, потому что у меня есть телефон. Мы катаемся с емиком. Просто. Это, во-первых, другое, чем коньки. И это немножко даже как будто бы сложнее. Потому что ты прям реально катаешься на колесах. Да, на которые двигаются. На которые двигаются, да. Это типа, ну, сложнее намного. Моя... Ой, моя... Сейчас я уже устала. Я поправлюсь две минуты, гробно. Я уже устала. На колене все дали. Что мы играем? Она мне не сложно. Блин, да что-то такое? Во-во-во-во-во-во. Блин. Ребят, голые девушки. Что они... Проиграла. Нам. Только посмотрите, здесь был бык. Вот этот самый бык из американских фильмов. Но он почему-то в закрасной ленте. То есть, блин. Опа-опа. Опа. Где? Ва-а-а. Рулю. Ребята. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Рулю. Рулю. А-а-а. Ой, кстати, вибрирует руль. Очень даже прикольно. Ой-ой. Тут очень атмосферно. Очень прикольно. Вообще. 10 из 10. 20 из 10. Давайте теперь на эту машинку засядем. Теперь две педали, потому что в тот раз была одна. Была одна. Выбираем с вами машины. Давайте. Ой-ой-ой. Нет, я не хотела на этой. А, у меня время закончилось. Ну, ладно. Давайте черная. Блин, я уже очень хочу. Это очень круто. Вообще страшно. Все, посмотрите. Все, разворачиваем, все разворачиваемся. Все, ладно, едем, едем, едем. Здесь целое дротиковое поле. И здесь можно играть. Это очень круто. Вообще. Да-да. Приехали уже домой. И теперь, наконец-то, могу вам показать, что мы сегодня обгубили в лофт-проекте «Этажи». Что здесь? Это купила Арина наклейки моего брата. Почему? Потому что я, как уже показывала ранее, купила ему книгу. Вот эту вот. Клиника называется... Ребят, я не знаю. Ксюш, как это называется? Подскажи, пожалуйста. Это «Человек-бензопила». Вот, «Человек-бензопила». Вот это манго. Нифига себе. Нифига себе. Моему брату 12. Ладно. Наши дут. Носочки. Более-менее в подарок это Ксюша и Арине. Вот такие вот. Чисто символические носочки. А что, уже тут носил? Нет, просто тут уже распаковал. Где чьи? Мои Хаги-Ваги. Арина Кисси-Мисси. А, вот. Ну, понятненько. Вот, они выбрали вот такие. Для себя выбрала вот такие. Не знаю, мне не так понравились. Такие милашечки. Еще, кстати, Яну. Моему брату тоже купила носки. Вот эти. Они выглядят довольно-таки мило. Еще открытку, знаете, вот такую вот. Люблю Петербург. Потому что, не знаю, кому-нибудь ее подарю. Дальше это вот такие тоже конфетки. В этой коробочке сувенирный магнит в подарок. Даже интересно, что же там за магнит такой. Они мятные конфетки. Дороже. Ну, самые обычные, дешевые наверняка конфетки. Но стоили, блин, нормально только за конфетки. Тоже, как бы, знаете, в подарок. Это уже не мои покупки, а Арининой. Вот она купила вот такую вот зажигалку. Уже какой-то был магазинчик. И там написано, типа, тоже продавал какие-то носки. Там, не знаю, значки всякие. И там была коробочка, типа, беспроигрышная лотерея. Сто рублей. Там были очень красивые значки. Да. Железные. Мы подумали... С картами Таро, что можно выиграть, типа, вот такие значки. Мы подумали про них, что вот там будут значки. И там не было вот этого мужчины, который продавал это все. И мы посмотрели. Да. А были записочки лотерея. То есть это просто скрепленная записочка. Ты, типа, любую выбираешь. Там написано, типа, значок. Типа, ты выиграл значок. И мы подумали. Да, все. Сначала посмотрим, засунем и позовем мужчину. Да. Позовем мужчину. Он говорит, все хорошо, выбирайте между вот этих. И вот достает коробку с вот такими вот, что-то подобие деревянными, вот такими вот значками. Это был самый лучший, честно. Это был самый лучший, потому что все остальные просто, ну, ужас был. Они, не знаю, 5 рублей не стоили. Ну, вот, ладно. А вот это мои духи. Сухие духи, еще да. А вот эти понравились? Да, мы с Алиной взяли вот такие вот сухие духи. Мне очень понравились цветокины. А это чем пахнет? Давай мы сейчас откроем, сейчас понюхаем. Кажется, что, блин, может, сколько будет аромат? Нет, очень прикольно. Ну, блин, они что-то уже все поле там пахнут. Блин, нямка. А что с ним? Почему у меня мокрый какой-то? Почему у меня мокрый какой-то? Открывается вот так? Да, вот так. Оп, и все. Схи-блит. Какой милый, вонимый. Я такой люблю. Ну, ладно, приедем в Питер в следующий раз. И купим все остальные, которые там пахнут. На самом деле мне нравится. Немножко как бы туалетиком таким, но прикольно играла. Арина и Ксюша купили себе вот такие вот обложки на паспорт. Но это ладно, они сами покажут. Просто такие вот приколицы. Вот это красиво. Ой, это вы тоже открытку купили, Ксюша? Да. Прикольная. Смотрите, какая она. Еще я купила вот такие свечки для торта. Потому что они тоже где-то были в одном из таких магазинов. 120 рублей все, что ли. Мне казалось, они очень милые. Наклейки это Ксюша подарила Арине. С такими анимешками. Знаешь, фотографии? Фотобудки. В принципе, это все. А, нет! Еще медитационные благовония для того, чтобы их жечь и расслабляться. Очень вкусно пахнут. Стоили 190 рублей тоже вот там, где мы купили. Где я купила свечки. Очень вкусно пахнут просто. Мы пробуем тортик. Какой первый? С арахисом или с манго первой? С арахисом. Давай первый. Не портим впечатление с арахисом. А, ладно, давай. Это новое что-то неизведанное. Просто люблю с арахисом. Режем поль. И я хотела быть первым. Нет. Лав решил раздать сегодня. Значит, ты им писала. Блядь, почему? Я хотела быть первым, да, а не одним из... Так, как режем? Я просто такое не знаю, как режем. Напалом. Какое они пропустили, конечно. Конечно, грандиозное событие. Сожрать вот эту какашку. Ой, ладно, прости меня, дружочек. Разрезе мне интересно продвинут. Посмотрим, что в животе у него. В животе. О! Кому какой кусочек? Коминчик. Давайте. Да, мне тоже этот кусочек укрепился. Нам не о чем есть. Ну, как всегда, вкусно. Да. Да. Вот здесь был еще один слой орехов. Я говорила, Ксюша, тебе. Я хотела побольше пропитать. Угу. Боже, вот это кто? Все, мой, мой нож. Лав решил раздать сегодня. Ксюша, ты опять так и я. Прости, бараш. Прости, можно было нормально его порезать. Бараш хвой. Можно было. Смотрим разрез. Ой. О, сухо. Очень сухо, Ксюша. Ммм, мм, мм. Очень вкусно. Если честно, я не люблю фруктовые торты, но это вкуснее, чем вот это. Да, кстати. Потому что он и кисленький в меру, и сладенький в меру. А можно мне его попробовать? Нет. В общем, мы уже выселились из отеля. Мы оставили там вещи, и мы их скоро заберем. Ну, вечером. Я вот зарядку свою не поделилась. Потому что никто не поставил мой телефон на зарядку. У меня единственная была зарядка, но троих это, ну, довольно мало. Ну, только жаловаться умеет. Так ты так что-то дала. Аж хочется зайти, но эти не хотят. Эти хотят все баблти. Вахаха. 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 Мы пришли в Ахаха. Мы теперь понимаем, почему называется Вахаха, потому что это как будто смех. Мы пришли в Ахахаха. Вот русско-китайское кафе. Дай, дай, дай. Смоткаю. Это очень нет. Боже, посмотрите, какие красивые здесь просто все. Пропе. Смотри, вот этот свой виноград такой красивый. Ахбайкальский лед, нет? Ахбайкальский лед. Ахбайкальский лед. Вау, это очень круто. Фэйхуа. Фэйхуа. И бесный чай тоже. Герцогиня брус. Хахачай. Хахачай. Чай, жемчуг, черном сахаре. Это малиху. Блин, классно. Вот это, смотри, посыпкой. Асам. Виде-гонка. Новый Таро. Ну, я даже не знаю, какой попробуй. Чай, наверное, в картины. Наверное. Давай тебе кто-то возьмет. Сливочный асмантос. Боже, наверное, на горочку. Давайте вот, фраппай. Байкальский лед. Наверное, возьми его. Да, гранатовый браслет. Гранатовый браслет? Это где? А вот тут. Ну да, выглядит. Короче, пришел наш коктейл вахаха. У меня вот такой... Она в шеном сломала. Просто всунула зачем вот эту палочку? А, ну себе она снимет. Все будет у нее хорошо. Она, блядь, сломала все. У меня тоже сломала. Вообще мы с ним. Фраппай, байкальский лед. Советую. Вкусненький. Генеревка. У Ксюши очень странно. Сегодня солнышко. Чистое небо. Посмотрите, пожалуйста, на эту красоту. О, боже мой. Погода вау. Очень тепло. 7 градусов сегодня. Привеска, что в Пышке продаются. Я так хочу. Но мне кажется, это самые обычные булочки, которые есть в Москве. Но тут они называются Пышке. Именно поэтому и хочется поесть. Шарверма. А знаете, почему все такое стереотипное про Питер? Потому что мы рядом с вокзалом. И сразу, как кто-то выходит из вокзала, сразу такой, о, я поем шавермы, я поем Пышек, я пойду по поребрику. И все в таком духе. Ребята, тут жетоны выдаются. Да вы такие туристовые жетоны. Жетоны. Божечки мои. Вы смотрите, какой жетончик маленький. Такой маленький. Как монетка. Разное. Разное, видите, оформление наших жетончиков. То есть, тут есть вот такой вот московский логотип. И есть такой питерский. Интересно. Короче, ребята, пускаем жетон. Сейчас просто. Сейчас надо. Первый раз в первый класс. Так, вперед проходим. Чувствую себя в москве. Ура! Бинозавр. Какой электрички? В электричках нет такого. В электричках по картам, блин. А нахуешь, что у меня есть чек? Нет, кстати, тут есть обычный по карте можно пройти. Да, по карте можно пройти. Туристы настоящие. Я не могу по ним показывать Ксюшу. Это просто. Мы, короче, уже в метро. Ну, тут так, знаете. Вот, закрытый тип метро. Это просто бля. Есть такой закрытый тип станций. И он только на шести станциях метро находится. О, нет, ребят, где мы? Настя. Просто страшно. А вот и офис ВК. Точнее, я не знаю, Mail.ru. Я не знаю, как его уже переименовали. В общем, мы сейчас подошли к зданию ВК. Если вы помните, Саша Спилберг, Катя Клэм. Здесь были все. Я не знаю, я помню, я смотрела в 2015-2016 году, как они здесь были, как им подарки всякие присылали. Барнцовую площадь. Ансамбль, который создавался в течение около ста лет. Справа. Освободитель Александра Второго, который был жертвой организации «Народная воля», приговорившая его к смерти. Наверное, об этой вот экскурсии говорили. Да. Ну, не садитесь. Мы сели, там ничего не слышали. Вот там вот наш мини-вэн, который нас привез. Нам сказали пройти вот этот собор. Это Преображенский собор. Нам рассказали его историю, что там есть две иконы, которые имеют историческую и вообще большую ценность в целом. Мы сейчас идём в храм, который был при Институте Благородных Девиц. Там вот теперь мэрия города Санкт-Петербург. Вот так вот. Вот такие вот истории замечательные, очень интересные. И смотрите на этот храм. Он просто невероятной красоты. А то, что мы стоим рядом со свинксом, которому три тысячи лет. Вообще всё равно. Останавливались от деда хараона. Вообще. Что? Просто, посмотрите. Ой, ну что за дела? Это дедушка хараона, да. Нам провели экскурсию. Мы теперь в метро в переходе. И просто, внимание. Кто здесь? Здесь все. С именем Ксюша. Она хочет розу. В общем, мы уже заехали за вещами с Ксюшей вдвоём. Все остальные кушают. Просто мы не успеваем. Покажи, пожалуйста. Это трэш. Это просто ужас. Мы просто по-другому бы успели. У меня две сумки и портфель свой же. Это, честно, это too much. Всё, мы уже сели в такси. Мы сейчас едем. Нам ехать до аэропорта час. Хотя в прошлый раз мы доехали минуте 20-25. То есть, про пробки сейчас. Это понедельник вечер. Да, понедельник вечер, правда. Понедельник. Привет, пусть и гал. В общем, мы приехали в аэропорт, досмотрели, дали билет. В общем, всё прошло хорошо, спокойно. Мы с Ксюшей отошли от всех, потому что мы очень хотим поездить. Мы единственные, кто не ел, а несли сумки. В общем, и в целом, получается так, что мы здесь едим. Мы заказали себе по чизбургеру. Тут всё остальное далеко довольно-таки от нашего места. Короче, ладно. Будем ждать. Даже аришки заказали. А то она на стрессе. Заказали сырные треугольнички. Вот они. Два чизбургера, и тут морковка должна быть. Мы уже доехали, долетели. Чтобы обнимали, мы в Шереметье приземлились. Ну, аэропорт. Вот. А это вообще в другой стороне от наших домов. Хорошо. Теперь непонятно, сколько нам добираться. На этом всё. Наша поездка в Питер на этом окончена. И я очень рада, что мы съездили, что я получила массу просто впечатлений. Город просто наипрекраснейший. Очень красивый. И я приеду точно ещё раз, потому что Питеру ещё есть что показать. Мы повторяли далеко не всё. И правда, очень-очень-очень под впечатлением большим от этого города. И если вам понравилось это видео, прошу вас поставить лайк. Если вам не понравилось, можете поставить дизлайк. В этом нет ничего такого. В общем, всем спасибо большое за внимание. И всех очень люблю. Всем до нового видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok